Объем финансирования программы развития паломническо-туристического кластера «Разомас-Дивеева-Саров» – 2 миллиарда рублей из федерального бюджета. Важные условия выделения средств – своевременное предоставление проектно-сметной документации. Разработать все необходимые документы и получить заключение экспертиз необходимо до сентября этого года. Наши с вами мероприятия, они получают фактически статус национального проекта. Будут контролироваться по всей строгости закона. И из тех, кто не выполняет строго и качество, строго будут снимать до самого основания. Проект формирования паломническо-туристического кластера подразумевает значительное развитие дорожно-транспортной сети. Строительство объездных путей в районе «Разомас-Дивеева» позволит саровчанам заметно сократить время в пути до Нижнего Новгорода. Еще одно направление, которое здесь тоже есть, это дорога на Муром. Она тоже записана в этом распоряжении. Если ее сделают, а там средства выделены, то тогда у нас появится более короткий маршрут в сторону Москвы на автотранспорте. На строительство автомобильной дороги в объезд Дальний и Ближний пустынок заложено 218 миллионов. Также в списке мероприятий по развитию паломническо-туристического кластера, строительство дороги до нового здания детской поликлиники, реконструкция объекта очистных сооружений, ливневой канализации на Силкино и Бессарабенко. Отдельный пункт посвящен благоустройству территорий общего пользования. На него планируют потратить 313 миллионов. Зона отдыха Яблоневый сад, вот улица Жасминовая, Вишневая, Яблоневая. Пойма реки Сатис в районе лыжной базы 100 миллионов рублей. Детский парк по улице Сосина 37 миллионов рублей. Набережная реки Сатис от Маслихинского моста до моста строителя Захарова 100 миллионов рублей. Работа над большим проектом, который подразумевает развитие городской инфраструктуры и общественных пространств. По словам Алексея Голубева, никак не скажется на режиме секретности и функционировании градообразующего предприятия. Нигде ни у кого в рамках этого большого проекта не возникало мысли открытия Сарова и превращение его в центр паломничества и туризма. То есть этот вопрос не стоит на повестке дня. И количество приезжающих Саров в связи с реализацией проекта, оно не изменится. Срок завершения реализации программы развития паломническо-туристического кластера 2021 год. Дарья Цапорыгина, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24. Продолжение следует...